Недавно вышедший на Switch симулятор жизни Animal Crossing получил невиданную популярность. Да и в нынешних условиях повсеместного карантина симулятор жизни является таким отличным вариантом приятного проведения своего времени. Но простите Switch, что этот 15 тысяч и игра стоит где-то 4 тысячи. Но так-то на телефоне есть симулятор жизни даже не хуже, во всяком случае в разы дешевле, чем Animal Crossing. Да и тот же Animal Crossing и даже не один можно найти и скачать на телефон. Ну а наша задача на сегодня найти самые лучшие симуляторы жизни на телефон, а с вами Fomix и мы погнали! И первый у нас на очереди легендарный симулятор фермера Harvest Moon. С 96 года эта серия выходила сначала на Nintendo, потом добралась потихоньку и до других платформ. За все время вышло немало игр Harvest Moon и все они довольно интересны и по-своему внешне отличаются, но такой глобальной мировой славы и любви она особо не сыскала. Тем не менее она была таким главным идейным вдохновителем Stardew Alley, игры до которой мы еще доберемся в этом топе. Ну так вот Harvest Moon добралась до мобилок и обзавелась еще и немалым количеством клонов. Самая такая старенькая и уже не очень выглядающая Harvest Moon Seeds of Memories, который стоит 600 рублей. Довольно неплохая игрушка, все тот же прикольненький симулятор фермера, как тот же Stardew Alley. Только цена в 600 рублей слишком дорого для этой игрушки, но это еще цветочки. Другая игра Harvest Moon Light of Hope стоит аж 1200 рублей. Ну здесь конечно графа получше, есть сюжетец и куча интересных фишек, но 1200 для мобильных игр это очень много. И оценки в плеймаркете у этих двух игр очень низкие, скорее всего из-за завышенного ценника. А вот клоны будут подешевле, есть Harvest Master, который ну так себе выглядит. А есть Harvest Tan, который во-первых и бесплатный, во-вторых очень качественный, еще и с онлайном. И до сих пор не выбралась с бета-версии. Немало симуляторов фермера, много чего взяли от Harvest Moon. Ну а мы идем дальше по топу. Вернемся к игрушке, которая пока еще у всех на слуху, а именно Animal Crossing. Вернее с мобильной версии Pocket Camp. И тут все как и в оригинальной серии, только немного урезано и в вертикальном экране. Вообще все мобильные игры у Nintendo в вертикальном экране. Я думаю, Nintendo боится, что мобильные игры будут конкурировать с их оригинальными играми на консолях. Которые стоят там в размере 4,5 тысяч. И мобильные, которые бесплатные. Поэтому и делают они мобильные игры, заведомо урезанные, в таком вертикальном экране. Специально, чтобы они были такие прям, ну так себе. То бишь нормальные мобильные игры они делать не хотят, а заработать денег на фанатах хотят. Тем не менее, мобильный Animal Crossing, по-моему, самая популярная и известная мобильная игра Nintendo. А после Animal Crossing Новый Горизонт, она обрела новую волну популярности. Сейчас она опять в топе. К сожалению, она на английском, русского там нету. В отличие от новой игрухи, которая вышла на консоли. Ну да ладно. В самой игре мы также собираем фрукты, рыбачим, общаемся с животными, дружим с ними, приглашаем их к себе домой, крафтим разные вещи, ходим по разным локациям. В общем, занимаемся такими обычными, милыми вещами. Довольно кайфовая, неторопливая игрушка. Но по секретику, на телефон можно запустить и оригинальную игру Animal Crossing. Через эмулятор Dolphin на андроиде можно запустить Animal Crossing City Folk. Она на нормальном широком экране, только, к сожалению, на английском также. Ну и управление здесь также неудобное, так как V игрался с такого пульта, и он не так оптимизирован для телефонов. И тем не менее, играется отлично, 60 FPS, вообще все очень хорошо идет. Но лично я, когда вышел из автобуса, особо даже не понимал, что делать, походил туда-сюда и как-то не зашло мне. Поэтому не стал снимать обзорчик. Короче, давайте перейдем к следующей игре. А следующая игрушка является таким клоном Animal Crossing. Называется Тур по Неверленду. Многим она неизвестна, так как появилась она только в Азии. Тем не менее, ее можно свободно скачать и поиграть. Ссылки на все игры будут, конечно, в описании. Ну и начинается все с кастомизации вашего паренька или девочки. Правда, в начале немного вариантов. Больше вариантов открываются по ходу прохождения игры. Вам домой приходит письмо с билетом на таинственный остров. И на дирижабле вы туда прибываете. Сразу хочется отметить, визуальная игра очень красивая. Я как-то хотел сделать обзор на эту игру, но как-то заленился и зря. В общем, сам остров, как и в Animal Crossing, заселен различными зверьками. Они также смешно разговаривают. Зверьки поручают вам различные задания. Пропыли огород, собери яблоки, вырасти пшеницу. Короче, батрач холоп. И потихоньку мы облагораживаем остров, строим различные здания. Делаем жизнь на острове для зверьков все лучше и приятнее. С ростом уровня открывается, конечно, все больше возможностей. Но там уже надо смотреть, что будет дальше. А пока следующая игруха. Вы устали от однообразной серой городской жизни. Пора уже, наконец, уехать из этого душного города. Потихоньку городские пейзажи сменяются более спокойными ландшафтами. Суетливых людей становится все меньше. Да и вообще людей становится меньше, отчего вам легче дышать. Закидывайте в ухи любимую музыку. И вот мы подъезжаем к вашей родной деревушке. Мести, где вы провели свое детство. Где сохранились ваши самые теплые воспоминания. И вот мы приезжаем в вашу родную деревню. Камори. Камори лайф. Так называется игра. Начинается сразу такой интересный выбор персонажа. Мы можем выбрать из той воодушевленной девочки. Или другой модницей. Можем выбрать наглого развалившегося блондина. Но лично мне симпатизирует тот одичалый парень, уткнувшийся в свою мобилу. Потихо его кастомизируем и погнали. На перроне нас встречает то ли наша сестра, то ли подруга детства. Типа, братян, здорово. Игрушка также очень красивая. И опять, к сожалению, она на китайском. У нас она еще пока что не релизнулась. Немного, кстати, еще напоминает Стар Дью Вали. До этой игры мы еще доберемся. Только деревушка уже такого азиатского стиля. Да, еще это ММО. ММО в деревне. Рядом бегают другие деревенщины, с которыми мы можем взаимодействовать и общаться. Картоху декопай. Ну или рис, что вы там выращиваете? Тем временем мы притопываем наш фамильный дом. Который, мягко сказать, в жопене. Нам придется здесь жить, восстанавливать, чинить. Короче, избомжать не в дворцы. Но до дворца еще куча времени и работы. Нам дают моты, гусерб и другие инструменты. Ну и начиная работать, сеять, пахать. И еще готовить разные блюда, например, картоху фри. Ну и потихоньку отстраиваем дом, качаем персонажа, заводим друзей. Выращиваем помидоры и кайфуем. Игра, правда, кайфовая, жаль на китайском. Может быть, когда-нибудь релизнется у нас. Дальше у нас идет клон Симса. До самого Симса мы еще доберемся, но эта игрушка называется Хоум Стрит. Тут игруха начинается с того, что ваша бабка сваливает на карибы и оставляет вам дом. И так как вы оболту за всю свою жизнь не смогли наскрепсти себе на свое жилье, то попкуем манатки и переезжаем. Дальше по вкусу создаем своего персонажа. И вот мы уже не бомж, а со своей жилплощадью. На этом наше везение не заканчивается, и к нам подваливает еще секси соседка. И ни с того ни с сего она еще и помогает нам заселиться. Ой, ты такой бедный, здоровый мужик. Давай я тебе помогу донести коробки до дома. Это просто песос, как логично. Готовим ей печеньки, а там может дело и дальше попрет. И таки да, она приглашает к себе домой, и ты понимаешь, что в отличие от тебя люди хоть зарабатывать умеют. Дом у ней, мягко сказать, шикарный, на какой тебе придется еще так же батратить. В общем, игруха веселая. Тебе также надо будет покупать мебель, обустраивать свой дом, выполнять задания окружающих тебя людей. Небольшой городок вокруг тебя постепенно меняется, ты прокачиваешься. Рядом могут шастать персонажи уже реальных людей, с которыми ты можешь познакомиться, уже ходить друг другу в гости. Крутой клон Симс, но далеко не единственный Симс на мобилках. Следующая игрушка уже не совсем игруха, а скорее такой интерактивный чат. Evaking Life, где вам надо будет одеть персонажи и гонять по различным тусам, общаться с людьми и в принципе все, что тут можно делать. Можно будет купить за донатную валюту как одежду, так и такую яхту. Это ваш дом, который вы можете нафаршировать мебелью, поставить какое-нибудь экзотическое животное, типа единорога, ну или вон пингвина. Есть даже какой-то аналог работы, что-то типа официантам, но вы можете долго ждать, пока вас кто-то заказ возьмет. Зато здесь только реальные люди, чисто общение с людьми и денсить и танцевать на сцене, и еще понтоваться своими костюмчиками и позами и анимациями. Че? Я только зашел видео записать на 5 сек, ну и он ах. И мы наконец добрались до мобильного Симса, и на телефон их выходило аж два. Симс Freeplay и Симс Mobile, и они довольно сильно отличаются, и начнем мы с Симс Mobile. Ну, во-первых, Симс Mobile у меня почему-то недоступен в флоймаркете, я не могу из-за этого его записать, поэтому будем смотреть мой очень старый геймплей. Ну, во-первых, Симс Mobile более новый, чем Симс Freeplay, поэтому графика здесь чуть получше. И тут более развита кастомизация персонажа. Сам Симс Mobile более приближен к оригинальному Симсу. Играем мы в основном одной семьей. У нас всего в распоряжении один дом, которым постепенно увеличиваем и обогащаем. Только вот больше одного этажа дом делать вроде уже нельзя. За различные действия персонаж получает опыт и прокачивается. Самое такое интересное, здесь развита система карьер. Вы можете выбрать свою карьеру и потихоньку работать, батрачить, зарабатывать деньги, опыт. Поначалу ты официант, потом получаешь повышение до бариста, ну и потихоньку поднимаешься по своей карьерной лестнице. Заселяешь еще кого-нибудь к своему Симу, они там чичипунчицко и делают детей. Ну, в общем, стандартный Симс. Ну, а теперь Симс Фриплей, который уже довольно старый, тем не менее популярный. И помимо игры за обычного Сима, нам придется еще развивать и отстраивать свой собственный город. Добавлять различные места работы и заселять его разными персонажами. Здесь более развито строительство, вы можете построить многоэтажные особняки, больше мебели, вещей и куча всего. Также таким существенным отличием является то, что различные действия ты будешь выполнить различное количество времени, от секунды до дня. И у тебя, скорее всего, будет много персонажей, ты будешь по очереди каждому играть. И ждать пока что, кто выполнит, и прожимать его, и получать за это опыт, валюту. В этой игрухе еще куча всего есть, но, во-первых, я не так много играл, чтобы рассказать об этом. Но, во-вторых, у нас ограниченное время, поэтому идем сразу дальше. Но перед этим, я не могу не рассказать о том, что я на телефоне через тот же эмулятор Dolphin запустил самый настоящий Sims 3. Да, Sims 3, оказывается, выходил на V, и теперь, благодаря этому, его можно спокойно запустить на своем телефоне. Но я думаю, Sims 3 на андроиде достан отдельного обзора. Поэтому, если вам действительно интересен про это видос, то ставьте лайки, пишите об этом в комментах, а мы уже переходим к последним играм топ. А, подождите, на финальной стадии монтажа я нашел, что, оказывается, Sims 3 выходил на телефон. Но это был самый первый мобильный Sims, абсолютно урезанная версия сравнения с оригиналом. Нельзя было детей делать животных, заводить, да и куча всего. У игры были невероятно низкие оценки, но, тем не менее, она была коммерчески успешной. Движок этой игры был использован в игре Sims Free Play. Ну, а этот мобильный Sims сейчас уже, наверное, нигде не найти. Игруха на втором месте у нас от русских разрабов. Действие игры происходит в средневековье, и мы играем не просто каким-то всратым фермером, а средневековым смотрителем кладбища. Визуально игруха выглядит просто потрясающе. Стоит она порядка 400 рублей, отдельно еще DLC покупаются. Но игра однозначно стоит своих денег. Игруха начинается не просто с банального, что тебе кто-то в наследство оставляет дом. А ты в нашем мире подыхаешь, и какая-то смерть или какой-то чувак перераспределяет тебя в другой жизни на профессию смотритель кладбища. И вам надо будет таскать трупы, резать трупы на мясо, чтобы продать потом мясо в местную таверну. Где из него сделают бутеры. Хороните эти трупы, за это, кстати, тоже получать деньги, так как это наша работа. Еще ухаживать за кладбищем. Общаться с призраками. Общаться с черепом. Общаться с говорящим ослом. Нафиг ненужные трупаки выбрасывать или сжигать. Читать проповеди своей церквушки. Сражаться с монстрами. Ухаживать за огородом и проходить основной сюжет. А он здесь достаточно оригинальный с уморительными диалогами. Игрушка однозначно шикарная. И надо как-нибудь ее пройти. Надеюсь, в ней вы найдете покой на кладбище. Ну, а мы наконец уже перешли к первому месту. И на первом месте у нас игрушка Stardew Wally. Которая представляет из себя, на самом деле, тот же самый Harvest Moon. Изначально игру делал всего один человек, Эрик Бароны. Который делал, на самом деле, для себя свой лучший эмулятор фермера по образу Harvest Moon. Но в сети игра получила бешеную популярность. У игры появился издатель. И спустя 4 года после начала ее разработки, игра релизнулась. Через некоторое время она вышла уже на все возможные платформы, включая смартфоны. Ну и классические начинаются с того, что когда-то давно ваш дедок перед смертью завещал вам домик в деревушке Stardew Wally. Со словами, что когда ты устанешь от всей этой городской жизни, вспомни о моем подарке. И вот, в очередной раз, устав от работы в душном офисе, вы в ящике находите свое наследство. И решаете, что нахер работу, пойду лучше копать картошку. И посылаете в жопу своего босса. Находите свой домик, который, мягко сказать, не в лучшей форме. И понимаете, что вам пристает еще куча работы, чтобы превратить это место в райскую ферму. И тут вы уже начинаете познавать все прелести этой сельской жизни. Начинаете выращивать перец, клубнику, картоху. Заводите скотинку там, курицу, коровку. Начинаете доить молоко. Все это продавать на рынке. Также добывать руду. Сражаться с монстрами, однако. Рыбачить, ездить на лошадке. Надо поддерживать отношения с соседями. Можно подружиться, ходить на днюхи. И в конце концов с кем-нибудь даже пожениться. Завести свою семью. Помимо этого в игре есть какой-то сюжет. И со временем в деревне происходят разные события. Время в деревне стоит на месте. Меняется погода. Также меняются времена года. И каждый раз вам надо выращивать разную культуру. В игре также есть мультиплеер. И вы можете спокойно играть со своими друзьями. Только, по-моему, не на мобильной версии. Я как-то стримил с друзьями это дело. И было очень весело. На телефоне игрушка стоит около 400 рублей. Также не жалко этих денег. Ну а это была последняя игра этого топа. И далеко не последний симулятор жизни на телефон. Пишите в комментах, какие игры я пропустил. Если вам понравился видос, то дайте знать лайком и своим комментам. Все игры в топе будут в описании. Ну а с вами был Фомикс. На этом все. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.